Всем привет, с вами Поляк И сегодня у нас будет ролик о том, как в серии игр GTA затрагивается тема России Если кто не помнит, в 20 веке между этой страной и США шла холодная война Поэтому многочисленные стёбы, пасхалки и обыгрывания тех лет попали в массовую культуру, в том числе и в игры от Rockstar А вся глубина русской души была показана в GTA 4, по крайней мере, как пытался Сэм Хаузер Но обо всём по порядку. Поехали! Show me truth about USSR and Russians А начать хотел бы с оружия Почти в каждой игре серии, начиная с третьей части, появляется автомат Калашникова Так как Rockstar всячески старается избегать излишних проблем с авторскими правами То в играх серии под названием AK появляются его различные копии В GTA 3 он был чем-то средним между оригиналом и румынской копией Но почему-то меньше, чем в реальной жизни Практически по всем характеристикам проигрывал M16, но будучи куда доступнее и дешевле, снискал популярность у колумбийского картеля и, что странно, ФБР Обойдя стороной Vice City, в San Andreas под этим названием вернулась китайская копия тип 56 И если в GTA 3 автомат был маловат, то здесь он наоборот больше в полтора раза, чем в жизни Автомат очень часто появляется на войне группировок в Лос-Сантосе и у Триад Странно, что не используется русской мафией К слову, с этим оружием Карл быстрее всего учится обращаться, то бишь прокачивает уровень владения от новичка до киллера А вот в обоих сториесах уже доступен сам оригинал, пусть и его модернизированная копия АКМ Далее в списке у нас идёт незатейливое изобретение Коктейль Молотова, появляющийся в каждой GTA, начиная со второй части, где он был простым аналогом гранаты В GTA 3 от него уже всё вокруг начинает загораться А в GTA San Andreas пламя может распространиться на полквартала Замечу, что вместе с огнемётом это единственное оружие, которое может уничтожить танк Да и вообще по убойности эта штука очень даже эффективна Ещё одним оружием, время от времени появляющимся в серии, является RPG Впервые мы можем его встретить в GTA Vice City И практически не меняясь, он появился в San Andreas и Liberty City Stories С помощью него борьба с вертолётами и огромным количеством соперников упрощается Однако в San Andreas он проигрывает другому гранатомёту с тепловым наведением Который, кстати, базируется на советской Стрелла 2 В Vice City Stories в качестве скорострельной снайперской винтовки вместо привычной PSG-1 появляется СВД В первой части GTA мы можем найти район Soviet Hill в Сан-Андреасе Который назван по аналогии с Russian Hill в Сан-Франциско Как гласит сайт игры, район так назван, потому что в 60-е в нём обосновались хиппи И губернатор штата отправил спецназ, чтобы их всех выдворить В GTA 2 индустриальная часть города поделена на несколько районов, некоторые из которых контролируются русской мафией и носят символические названия Правда Лубянка Крым Азерихайт Последний ссылается на Азербайджан, находящийся в горах Ещё есть район Баяну, но он русским не принадлежит В самой мафии всем заправляет тип по имени Камрад Жирков, биография которого говорит, что он был выгнан из советской армии в 89-м Где-то в начале 90-х перебрался в Америку, по-малому совершал убийство и в 96-м был привлечён за хранение наркотиков, но был оправдан, так как все улики исчезли В игре он уже бус мафии и ненавидит Америку, оттого задания у него соответствующие Украсть машину для продажи в Россию, сделать хот-дог из американцев, уничтожать полицейские машины, ну и портить жизнь конкурентам Вся русская мафия ездит на прочном булварк, скопированном с ГАЗ-22 Волга, и слушает радио Кэджи Бич Название радиостанции – это каламбур из аббревиатуры советского органа и термина GBH, обозначающего в английском уголовном праве тяжёлые телесные повреждения Кровавая гребня, все дела В Y-City на радиостанции Y-City Public Radio во время передачи «Насущные вопросы» пару раз упоминается Россия Например, её упоминает пастор Ричардс, когда говорит, что надо заботиться только о себе «The best thing you can do for someone that needs help is to tell them to help themselves, that builds moral character, morality, Maurice, there's not much left in this city Every time a culture has taken on the doctrine of helping your fellow man, we get thrown into the dark ages Look at Russia, they keep trying to help each other out, extend a hand to a neighbor, and guess what, every ten years someone's invading, burning down their homes, and taking their toilet paper И потом как рекламу себя любимого If you don't like the United States, son, why don't you move to Russia? I don't understand people in America today, they call this a cold war, but it's hotter than hell Mark my words, in a day now, you're sitting in school, passing notes and talking about the prom When suddenly you look out the window, and there are Russian paratroopers dropping in to take over What can you do? Run into the woods with your friends? Call yourselves the Wolverines? Put twigs in your hand, try to beat back the russkies? No, you high tailors to pass to Richard Salvation statue and blast off into space Если при помощи бага с прицелом посмотреть через стены омунации в Даунтауне, то можно увидеть картину, на которой Рональд Рейган стреляет в мишень с Михаилом Горбачевым В одной из катсцен при подготовке ограбления банка, Фил делится своими мыслями про Россию В GTA San Andreas мы несколько раз встречаем представителей русской мафии, которая в игре является второстепенной и появляется лишь в нескольких миссиях Пытаясь убить Биг Смоука в Даунтауне Устраивая сделку с Балласами И защищая Биг Смоука в последней миссии Один её представитель появляется в мини-сцене миссии «Ключ к её сердцу», но это скорее ошибка разработчиков Судя по всему, мафия была не закончена, так как у двух появляющихся её членов есть голоса озвучки только для перестрелок А скин босса даже криво сделан, и скорее всего именно он должен был появляться в миссии «Грей Импорт», так как голос того торговца в фиолетовом пиджаке и этого персонажа один и тот же Среди таксистов можно встретить одного русского эмигранта А на окраинах города старушку из России Тарена в кат-сцене одной из миссий рассуждает об особенностях русского менталитета Вы оставляете Emпорт, внутри партнер, Лев, Девуя, Гарландовый, Тар, Мократа, Внепортс, Внепортс! На West Coast Talk Radio на передаче «Зона 53» один из дозвонившихся говорит, что это русские побывали на Луне. Ролейный грузовик «Дюн», получаемый за победу на Кикстарте, скопирован с одного из ролейных КамАЗов. В Liberty City 1998 года мы можем встретить рекламу фильма, на которой есть двое русских мафиози из Сан-Андреас, и подпись, что фильм про Сони Форелли, босса итальянской мафии, убитый в 86-м. Окей. На сегодня у меня всё. Если вам понравился видеоролик, поставьте лайк, включите колокольчик и подпишитесь на канал. Можете и ко мне заглянуть. Всем пока, камрады! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова